Призеры театральной премии «Золотая маска» начали гастрольный тур по городам России. Архангельск первый в этом списке. С выбором площадки трудости не возникло. Виктор Панов с удовольствием принял предложение провести показы на сцене молодежного театра. Спектакль с названием «Как кот гулял, где ему вздумается» открыл фестиваль. На первой постановке побывал Артур Ромих. Дикий! 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 Этот ритуал актеры проделывают перед спектаклем. На удачу. Сейчас их всего пятеро, а когда они выйдут на сцену, участниками спектакля станут еще и зрители. Режиссер этого спектакля, норвежка Сигрид Стрэм Рейба, приступая к репетициям, вспоминала, какие спектакли она смотрела, когда сама была маленькой. В постановке найдена необычная форма взаимодействия со зрителем. При минимуме декорации она приходится по душе не только детям, но и их родителям. Все в игровой форме. Игровая форма – это лучший подарок детям, потому что насильно бывает так, «Ну, иди сюда еще что-то». Насильно никто ничего не делает. Там в процессе просто возникает, что они должны реагировать на это дело и даже участвовать в этом спектакле. Сами актеры признаются, что очень любят эту постановку. Если дети открыты, если они хотят им нравиться, они втягиваются в наши действия, то мы открыты к тому, чтобы они участвовали вместе с нами. Поддержали проект проведения «Золотой маски» в Архангельске региональное министерство культуры и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Нам очень приятно, что свое 20-летие «Золотая маска» отмечает не только в столичных городах, но и в российских регионах, и во многих российских театрах. И, конечно, мы очень благодарны, что мы включены в эту гастрольную орбиту и что спектакль «Золотой маски» увидит и наш зритель. Всего в этой «Золотой маске» запланировано 4 спектакля. Помимо «Кота», «Бесстрашный барин», «Зажги мой огонь» и «Дядя Ваня» в постановке «Льва Донина», который зрители увидят 30 мая. Артур Ромих, Виктор Еремеев, Новости 24, Архангельск.